Психофилософия Почему я 10 лет назад Будучи человеком, который носит Городое звание известный телеведущий Начал этим заниматься И что это такое Дальше у вас возникнут ко мне вопросы, протесты Я буду отвечать на вопросы И выслушать ваши протесты Единственное, что я хочу сразу сказать Вы можете задавать, я отвечаю на любые вопросы Вообще на любые, ну в смысле на какие могу Но мне бы хотелось, чтобы вопросы были Продиктованы желанием понять А не желанием меня Как бы прибить Потому что меня переговорить нельзя Ведь я сразу предупреждаю, что меня переговорить невозможно Меня можно переспорить Мне тоже невозможно Ну просто невозможно В силу того, что я очень давно это делаю И в силу того, что у меня Хорошо подвешенный язык Здравствуйте Хорошо подвешенный язык, мне так кажется Может я ошибаюсь, но мне такое ощущение Я долгое время брал интервью В газетах, на телевидении и так далее И дальше мне предложили читать лекции Про то, как брать интервью в повседневной жизни Что было логично Потому что считается, что если человек появляется на телеэкране Значит он умеет делать то, что он делает Я начал читать лекции про общение И ко мне стали приходить люди И задавать мне вопросы, которые не имели никакого отношения к общению А имели отношения, например, к их взаимоотношениям с детьми К их взаимоотношениям друг с другом К поиску жизненного пути и так далее И в какой-то момент я понял Это очень важный вывод Что 100% людей являются психологическими консультантами 100% людей Все мы являемся психологическими консультантами Между тем, ни Фрейд, ни Франкл, ни Маслоу Никакие великие психологи И менее великие психологи И совсем не великие психологи К нам не обращаются Они обращаются к специалистам Практически, как вы, наверное, знаете Фрейд, который, с моей точки зрения, был писателем, а не ученым И все, что он придумал, он придумал из головы И это гениально Потому что придумать такое из головы, это потрясающе И Франкл назвал свою систему логотерапии Фрейд мечтал получить Нобелевскую премию как врач Все эти люди имеют дело с больными людьми Но мы же все думаем, что мы здоровые Большинство из нас считает, что мы здоровые И у нас нет никакой, у нас у простых людей Нет никакой системы, которая помогла бы людям помогать людям Которая помогла бы таким эмоциональным Толчком к возникновению этой системы Возникло то, что меня достала фраза, например, я Вот она меня просто достала Я понял, что все время, когда я разговариваю с людьми Мне человек говорит, я бы так никогда не сделал Вот, например, я, бабушка, говорит Вот я воспитывал свою дочку так А она свою дочку, мою внучку по-другому Я понял, что все, на что мы опираемся Это личный, собственный опыт Что неправильно в силу ряда причин Одна из которых стоит в том, что Господь штучный мастер Он каждого человека делает отдельным А вторая, еще очень важная причина Что вы, наверное, прекрасно знаете Что лучше всего знают, как сохранить семью разведенной женщиной То есть мы постоянно используем негативный опыт свой Для того, чтобы научить других Нам кажется, что вот у нас не вышло А вот сейчас мы расскажем другому человеку У него все получится Я понял, что необходима такая система Чтобы человек, когда к нему приходит другой человек Мог ему помочь по системе А не исходя из собственного опыта На самом деле, конечно Когда у человека возникают проблемы Он должен идти к специалисту Но он, блин, не идет Вот он должен идти и не идет Виктор Франкл, которого, я надеюсь, вы знаете Здесь есть мемориальный кабинет Он все, значит, я надеюсь Я вообще не знаю, до какой степени вы погружены По проблемам психологии Но, может, вы знаете такого великого Действительно, в отличие от Фрейда Величайшего психолога 20 века Карен Хорни Которая написала книжку Невротический человек И эта книжка вышла в середине 20 века Она утверждала, что неневротических людей нет Что все люди, в общем, невротические люди А Франкл делил все неврозы на два типа Клинические и экзистенциальные Клинические неврозы – это неврозы, которые можно лечить медикаментозно И никак по-другому невозможно Это когда ко мне на консультацию приходит женщина Выяснит свои проблемы, связанные с мужем Через 5 минут она говорит Вашу мать, пули вылетают Это клинический случай Ничего не возможно делать Экзистенциальные неврозы, которым подвержены все люди Сидящие в этой аудитории и стоящие в этой аудитории Это неврозы, связанные с поисками смысла И вот большинство людей, которые к нам приходят Они приходят именно с такими неврозами И им можно помочь благодаря этой системе, про которую я буду рассказывать Когда вот эта система психофилософии Она возникла из трех таких источников Первый источник – это моя телевизионная деятельность Она замечательна тем, что я имею возможность Бесконечно беседовать с разными людьми А телевизионное интервью позволяет раскрыть человека Как никакое другое, может быть, общение Потому что человек, когда приходит в телевизор Вообще камера обладает волшебным свойством Она очень многое с человека снимает Очень многое с человека надевает Это очень интересная с психологической точки зрения история Что касается программы дежурной по стране То это просто психоэдерический этюд Который не имеет никакого отношения ни к интервью, ни к чему Это просто какая-то психологическая передача Второй источник – это люди, которые ко мне приходили на консультации Приходили, приходят, и я надеюсь, будут приходить дальше И, конечно, то, что они мне рассказывали И те проблемы, в которых мы пытались вместе разбираться Они были очень важны Дальше я обнародовал эту систему У меня есть три книжки по психофилософии Я первую книжку написал после того, как я 10 лет эту систему создавал Сначала я 10 лет ее создавал, никому ничего про это не говоря И третьим источником стали книжки психологии, которые я читал Психофилософии, я думаю, что я прочитал, наверное, большинство крупнейших Или считающихся крупнейшими психологами 20 века Хотя я не знаю, знаете ли вы, что в 2001 году Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 200 психологических теорий Систем, 200 Из которых Фрейду принадлежит, например, 5 Я не знаю точно, 5-6 А остальные 190 ему не принадлежат И они совсем другие Фрейд говорит, что человек, который задает вопрос, в чем смысл жизни Это клиент психиатрической больницы А Франкл говорит, что человек, который не задает вопрос, в чем смысл жизни Жить не может Это только двое Таких систем очень много Поэтому я к тому, что я не уверен, что я прочитал все Еще главное, на чем строится психофилософия На двух таких самых главных Или кого она пытается продолжить Это логотерапия Франкла Из которой важнейший Вот я сейчас пишу книжку по этому поводу Я там пишу, что если вы подойдете ко мне с пистолетом И спросите меня, что именно конкретно скажи Ты взял из Франкла и из Маслоу Вам придется меня убить, потому что я вот так вот конкретно Невозможно сказать, что это будет достаточно мелко Но если в общем говорить Логотерапия Франкла История про смысл Про то, что человек может быть счастлив Только если его жизнь осмыслена Что касается Маслоу То к его пирамиде я отношусь с большим сомнением Мое личное отношение к пирамиде Маслоу с большим сомнением Во-первых, там нету очень важных потребностей Например, там нет важнейшей потребности человека Ощущать на себе внимание других людей А это, на мой взгляд, корневая такая потребность Во-вторых, я не уверен И, кстати говоря, Франкл об этом говорил Что в концлагере не были удовлетворены базовые потребности По Маслоу А остальные удовлетворялись, тем не менее Поэтому из Маслоу взято не это А взято первое Маслоу говорил, что если вы хотите Рассказать человеку, кто такой бегун Вы будете показывать ему чемпиона Олимпийских игр А не дворовый бегуна Все психологи занимаются минусом Они занимаются патологиями Первая книжка Фрейда, если вы знаете, называлась «Человек-волк» И была посвящена человеку Я думаю, что Фрейд его придумал Но даже если это было на самом деле, очень хорошо Который по ночам представлял себя волком И существовал как волк То есть Фрейд и все остальные изучали патологии Маслоу говорил, что надо говорить о самых главных вещах Это первое, что говорил Маслоу И второе, это то же самое вопрос о смыслах Что смысл, это в жизни человека самое главное Это то, что лежит в основе Дальше, это понятно, я пытаюсь там все это развивать Если вы меня спросите, я скажу как Не спросите, значит мы будем дальше Почему психфилософия? Потому что, когда к вам приходит человек, я Вот я сейчас к вам пришел Вы все на меня смотрите и меня изучаете Сначала вы изучаете, настолько ли я толстый, как в телевизоре И настоящий у меня волос или нет На это уходят 2-3 минуты И все как бы замечательно Дальше вы понимаете, что у меня есть своя психика У любого человека есть своя психика Что такое психика? Люшер, такой человек, написавший замечательную книжку «Какого цвета ваша жизнь?» Он говорил, что если человек автомобиль, то психика это руль То куда руль повернет, датчик и поедет Ну психофилософия определяет психику как реакцию на внешние раздражители Внешние и внутренние раздражители Как реакция на раздражители Ну то есть вы прекрасно понимаете, что с внуком и с дедушкой Надо по-разному разговаривать, потому что у них разная психика Это в общем все знают Но кроме этого у каждого человека есть своя философия Вы пришли сюда со своей философией Эта философия определяет все Один человек считает, что главное в жизни деньги Другой считает, что любовь Один человек считает, что надо делать карьеру Другой считает, что надо заниматься любимым делом Это внешние вещи, есть более внутренние вещи Поэтому, чтобы понять человека другого Надо понять его психику и понять его философию Поэтому вся эта история называется психофилософией Для меня принципиально, что эту систему создавал непрофессиональный психолог Я могу отдельно прочитать лекцию про то, как развивалась психология в Советском Союзе И почему люди, которые называются докторами психологических наук Многие из них не имеют права называться психологами вообще Это отдельный вопрос, потому что Я скажу только несколько фактов В 1933 году было принято постановление, что советская психология Будет развиваться, ориентируясь на идеи марксизма и ленинизма Что бред абсолютный, потому что психология не может развиваться Ориентируясь на какую-то одну, неважно, правильную или неправильную систему Более того, перед самой войной к Сталину пришли люди И сказали ему, не надо психологии У нас есть условная и безусловная рефлекция нашего русского нобелевского лауреата Павлова И этого достаточно, чтобы понять человека Сталин сказал, а пусть будет, и то, и то Но еще в 60-е годы прошлого столетия Когда я еще только родился, но я уже родился Появлялись письма и статьи про то, что это лженаука Поэтому, к сожалению, психология развивалась с большим трудом Я помню те времена, когда Фрейд был запрещен А имена Хорни, Маслоу, Ролла Мэя вообще как бы не имелись в виду Это с одной стороны С другой стороны, я очень вам советую прочитать книжку Ролла Мэя Искусство психологического консультирования Она дефицитная книжка, но она иногда есть в интернете Иногда есть, иногда нет Ролла Мэя пишет про то, что консультант не должен быть врачом Потому что врач рассматривает пациента как врач То есть как больного Консультант, попросту говоря, это священник Только вопрос веры не стоит То есть вы все прекрасно знаете, что психологические консультанты Могут консультировать людей 10 раз, 20 раз, 30 раз А священник приходишь в фильм-остров Приходит к человеку и с одного раза все понимает Потому что одно дело, когда ты рассматриваешь человека как человека Другое дело, когда ты его рассматриваешь как больного человека Поэтому еще раз хочу подчеркнуть Что эта вся система, она ориентирована на обычных людей Она дает некоторые ориентиры, о которых я сейчас скажу Когда к вам приходит человек, что нужно в первую очередь делать для того, чтобы ему помочь Или что нужно делать самому себе, когда ты приходишь сам к себе, как другой человек Это сложный оборот, но на самом деле все это вы прекрасно знаете Каждый из вас, я надеюсь, разговаривает сам с собой Это я уверен, должен делать любой разумный человек Хоть изредка это делать, а лучше это делать как можно чаще Это тоже отдельная практика, про которую я потом скажу То есть вы себя оцените как другого человека Вот психофилософия направлена на это Поэтому мне дважды предлагали засчитать мои книжки как диссертации Я сказал, засчитывайте Мне сказали, но вы должны заполнить, сдать, принести Я сказал, нет, 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 ничего этого делать не буду Вот хотите, пожалуйста, вот книжки есть Вы что хотите, чтобы засчитывать то, как я сдал или то, что я написал Мне это не нужно Потому что, еще раз я повторяю, эта система должна быть придумана обычным человеком Чуть более углубленно знающим психологию Чуть более Я прекрасно понимаю, что, хотя я читал эти лекции по очень профессиональным людям У нас бесконечно по этому поводу происходят споры В частности по поводу неврозов Но когда вот я нашел цитату Франкла, тоже удивительное дело Пока я не нашел цитату Франкла, очень трудно мне было отвечать на вопрос Как отличают психофилософии здоровых от больных Когда я говорю цитату Франкла, вопрос такого не возникает Потому что если авторитет сказал, что неврозы так делятся, значит все Есть ли вопросы? Я говорил только что об этом Клинические неврозы и экзистенциальные неврозы Больше того, вам скажу, что с точки зрения психофилософии Не с точки зрения психологии А с точки зрения психофилософии Нормальный человек То есть тот человек, которому может помочь психофилософ Отличается от человека, которому он не может помочь Тем, что тот, кому он может помочь, понимает чужую логику Вот если человек понимает чужую логику, то ему можно помочь Если он не понимает чужую логику Есть огромное количество людей, которые работают на высоких должностях и много чего делают Но чужую логику не понимают вообще С точки зрения психофилософии они нормальные люди А я уже не говорю про то, что если вы, я надеюсь, вас миновало, чаше сия Были когда-нибудь в сумасшедшем доме Сумасшедший человек чужую логику не понимает Он свою-то не очень понимает, но чужую не понимает вообще Поэтому вот когда, кстати говоря, в этом смысле очень характерно общение с детьми Очень часто ребенок, этот человек с точки зрения психофилософии ненормальный Потому что он чужой логики не понимает И тогда с помощью психофилософии ему помочь нельзя И тогда действуют другие всякие законы Вы знаете, что касается развития мозга То несмотря на огромное количество работ по этому поводу Мозг не изучен вообще Есть огромное количество людей, которые пишут книжки по этому поводу Поскольку мозг это единственная система, которая изучает себя сама То есть мозг изучает руки, ноги Это понятно, он изучает себя сам Поэтому все, что касается мозга, это такая мантра Которая меняется каждые несколько лет Вдруг выясняется, что так нейтронные связи работают Сяк нейтронные связи работают Как работает мозг, никто не знает Пока мы не знаем химические формулы возникновения мысли А мы ее не знаем Все разговоры про мозг бессмысленны Мы не понимаем, как в человеческом мозгу возникает мысль У нас нет такой формулы А поскольку у нас нет такой формулы Мы не можем говорить, развивается мозг, не развивается Что происходит с человеческим мозгом, непонятно Опыт увеличивает мозг или не увеличивает Что-то в мозгу увеличивает Я, например, считаю, что я с бытовой точки зрения Не с точки зрения нейроисследователя А с точки зрения бытовой Я считаю, что дети гораздо умнее взрослых Они гораздо умнее взрослых Гораздо логичней И гораздо поэтому для меня лично интересней Ребенок абсолютно логичный человек Потому что он не зашорен социальными всякими вещами И чем меньше ребенок, тем он интереснее Я говорю всем, у кого дети 3+, Спросить у ребенка, в чем смысл жизни Когда он поймет, что это не прикол Он не сразу это поймет Но когда он это поймет Он расскажет вам невероятную, ну просто невероятную вещь Поэтому я не уверен, у меня вообще ощущение Что мозг человека не развивается Он увеличивается Но я не уверен, что он развивается Мне кажется, что все наоборот происходит Что самый умный человек на земле младенец Просто он не говорит Но он живет абсолютно правильно С точки зрения психофилософии Младенец это идеальный человек Потому что если за критерии идеальности брать силу То младенец слаб Его можно легко переломать и убить А если за критерии идеальности брать искренность То младенец абсолютно искренний человек И это единственный возраст Когда даже не пытаются манипулировать Даже не пытаются Эрих Фром сказал, что манипуляции детей Начинают с того момента, когда появляется горшок Когда ребенок понимает, что если он сходит в туалет В определенное время, в определенном месте Его похвалят А если в неправильном месте Его поругают И он начинает тут же этим манипулировать А до этого у него даже нет таких возможностей Поэтому для меня большой вопрос По поводу развития мозга Вопрос Я говорю, что все, что касается мозга Для меня вопрос Это не ответ, а вопрос Есть ли еще ко мне вопросы? Нет Вы знаете, я не считаю, что психофилософия Это наука Потому что тогда бы я говорил Я в психофилософии Это некоторая система Но душа Это то, что абсолютно Не поддается исследованию У Франкла есть книжка Доктор и душа Очень хорошая книжка И даже там несколько Там несколько есть По этому поводу у него И статьи таких отдельных Но это то, что невозможно изучить С моей точки зрения Душа, конечно, существует Конечно Но я не знаю, что это такое И я не могу Когда ко мне приходит На консультацию человек Специально обращаться К его душе Я не узнаю, как это делать Поэтому все равно Все идет через разум Через разум Но я когда говорю Про слово смысл О чем мы еще поговорим Это говорит о том Что все идет через разум Через смысл Я надеюсь, что этот разум Подает какие-то сигналы душе И с ней дальше что-то происходит Я не знаю, как изучать душу И я не знаю ни одного человека Который в курсе Я не знаю Священники Даже хорошие Которых один на сто Хороших священников Они тоже Они говорят про душу Но они не пакетят на это воздействие Это какая-то отдельная история Я ходил на концерт Я писал об этом колонку На концерт Моцарта На концерт, где играли Моцарта И, конечно, это сильно На меня потрясающе играли Все воздействовало Но все через мозг Я начинал что-то про себя вспоминать Это же мозг все делает Я вспоминал свое И дальше что-то с моей душой происходило Все равно для меня это такой процесс Может, это неправильно Но я, поскольку психофилософия Это практическая история Это когда к тебе приходит человек И ты должен ему в течение Консультации идет столько, сколько надо человеку Значит, в течение полутора-двух часов Ему как-то, как говорил Эрик Фром Все, чем я занимаюсь в этой жизни Я вправляю мозги Он должен как-то ему вправить мозги за это время Мозги, а не душу В надежде, что тогда из душой все у него будет хорошо Вы хотите что-то Поиск смысла для людей с инсистенциальным неврозом Это то же самое, что поиск призвания Это относится? Нет, конечно Я про смысл еще поговорю дальше Но смысл может быть разным Смысл может быть для человека разным Смысл не обязательно Надо понять, что мы имеем в виду под призванием Если под призванием мы имеем в виду смысл жизни Тогда одно и то же Например, для женщины призвание воспитывать детей Если мы... Тогда одно и то же Если так, тогда одно и то же Если под призванием мы имеем в виду работу Которая приносит деньги Тогда не одно и то же А если мы имеем в виду под призванием Это деятельность, которая приносит удовольствие Прежде всего и интересна Ну и желательно, чтобы приносила деньги Тогда не одно и то же Потому что воспитание детей, например Приносит удовольствие Интересно, но деньги не приносит Наоборот Он даже их отбирает. Он носит. Так, есть еще вопросы? Нет больше вопросов. Значит, тогда мы должны с вами поговорить о самых главных принципах психофилософии, самых главных терминах психофилософии. Когда к вам приходит человек, который к вам приходит, его психофилософия определяет как человека в трудном состоянии. Это термин великого русского психолога по фамилии Гримак, которого, к сожалению, очень мало знают, очень мало читают, хотя его книжки издаются, и очень интересная книжка. Он изучал, помогал космонавтам в свое время, он изучал психику космонавтов. И космонавт для него был человек в трудном состоянии, потому что человек, который летит в невесомость, в трудном состоянии. Мне рассказывал Раушенбах, один из людей, которые обеспечили полет Юрия Гагарина. Он говорит, ну вы понимаете, мы же думали Бога встретить. Мы же не знали, мы все понимали, что выживет, потому что собаки все. Но собаки не говорят, что они там встретили. И мы всерьез, Юрий Алексеевич Гагарин думал о том, что вот если будет Бог, только Бог это дедушка, но все же знали, что дедушка на облаках сидит, что он сейчас придет, сидит там дедушка. Понятно, что Гагарин не встретил, а может и то встретит и так далее. То есть вот таких людей Гримак называл людьми в трудном состоянии. Мне этот термин очень нравится, потому что он не требует никаких объяснений. К вам приходит человек в трудном состоянии. Когда к вам приходит человек в трудном состоянии, это значит скорее всего, но не скорее всего, а практически всегда, что он живет не так, как ему хочется. Либо вообще в принципе живет не так, как он хочет, либо в каких-то конкретных важных вещах он живет не так, как ему хочется. Человек должен жить так, чтобы желание стало главным движителем его по жизни. Если этого не происходит, значит он делает что-то не так в своей жизни. Но для того, чтобы понять, о чем мы говорим, нужно понять, чем отличается желание от прихоти. Потому что про желание написано огромное количество статей, книг, Фрейд говорил про желание. Буддисты, например, они считают, что желание это ужасно, потому что если ты хочешь хорошую машину, ты получаешь хорошую машину, ты тут же хочешь хорошую квартиру, ты получаешь хорошую квартиру, ты тут же хочешь хороший дом, и у тебя вся жизнь, и в результате тратится на ерунду. Вот то, о чем... и так далее. Таких вот вообще теорий желаний очень много. Желание должно быть четко оделено от прихоти. Прихоть – это неплохо бы. Собственно, подавляющее большинство того, что мы называем желанием, является прихотием. Например, я читаю эту лекцию бесплатно. А неплохо бы получить за нее тысяч 10 долларов? Ну, неплохо, замечательно. Неплохо бы завести роман с какой-нибудь девушкой? Хорошо. Плохо, разве? Хорошо. Я не женат, могу, имею право. Почему нет? Из зала? А? Из зала? Да надо посмотреть. Я пока с этой точки зрения зал не рассматривал, но можно посмотреть на зал внимательнее, может быть, и из зала. Это все... Неплохо бы ездить на хорошей машине. Это все прихоти. Это все то, что... Ну, вот это если осуществится, то хорошо. А не осуществится, то и ладно. А желание характеризуется двумя такими вещами. Первая вещь. Если я этого не сделаю, то я как личность и как человек умру. Как личность умру. То есть без исполнения этого желания моя жизнь будет настолько неполной, что можно считать, что это будет жизнь уже другого неполного человека. Есть люди, для которых жизнь без Мерседеса – неполная жизнь. Такие люди есть. Значит, наличие Мерседеса – это подлинное желание, и они должны жить ради этого желания. А есть люди, которым на самом деле все равно, но все вокруг говорят, что надо ездить на Мерседесе, и они говорят, ну, я хочу Мерседес. Вторая вещь, которая отличает желание от прихоти. Вы знаете первый шаг к его осуществлению. Желание диктует действие. Прихоть действие не диктует. Поэтому, когда приходит человек, мы так его решили называть, в трудном состоянии, надо понять, какие желания в его жизни не совпадают, не воплощаются, и они не воплощаются, потому что он не хочет, чтобы они воплощались, и они не воплощаются, потому что он не может их воплотить. Желание – это действие. Действие – это ответственность. Поэтому огромное количество людей боится своих желаний. Потому что, еще раз повторяю, желание – это действие, а действие – это ответственность. У каждого из нас есть такой выбор. Мы можем жить либо сообразно собственным желаниям, либо сообразно чужим желаниям. Третьего варианта нет. Вот эти чужие желания могут быть желание родителей, желание общества, желание государства. Наш новый министр образования говорит, мы должны готовить больше инженеров. Это желание государства. Дальше дети в школе начинают становиться инженерами, выполняя желания государства, то есть несчастными людьми. Они будут жить, выполняя чужие желания. Это никогда не приводит ни к чему хорошему. Если человек живет, выполняя чужие желания, он, как правило, попадает в трудное состояние. Если он попадает в трудное состояние, он приходит к психофилософу, начинаются какие-то… Вы что хотите, молодые люди? Выходите. Выходите. Если человек попадает в трудное состояние, это обязательно приводит, как правило, приводит к фрустрации, к нервным срывам и так далее. Практически всегда. Значит, когда к вам приходит человек, надо понять, почему он не хочет жить так, как хочет. Что такое происходит в жизни человека, что он живет не так, как хочет. Это все идет из-за конкретной проблемы. Больше всего ко мне приходят людей, связанных по поводу воспитания детей. И ты спрашиваешь человека, вы каким хотите, какое ваше желание, каким ребенком вы хотите видеть вашего ребенка? Какое главное желание? Все говорят, что мы хотим видеть детей. Какими? Нет. Счастливыми. Счастливыми. Говорят все. Хорошо, ваше желание видеть ребенка счастливым. А когда вы его за двойки ругаете, вы помните об этом своем желании? Или это выкидывается? В этот момент нет. А когда вы заставляете ребенка убирать свою комнату, хотя это совершенно не надо делать, вы помните о том, что хотите его видеть счастливым? Наступает диссонанс между тем, что человек декларирует, тем, что есть на самом деле. То же самое происходит, когда приходит... Я говорю ко мне, они приходят и к вам. Когда приходит человек, у которого проблемы, например, мужчины приходят, жена-любовница. Вот подавляющее большинство мужчин, попавших в такую ситуацию, их нет в этой аудитории. Просто я убежден, что таких мужчин в этой аудитории нет. Они не знают, что они хотят. Или чаще, они не могут себе признаться в том, чего они хотят. Если человек пришел на консультацию вот с такой проблемой, значит, это для него проблема. Значит, он хочет проблему, хочет решить. Как только человеку вы, разговаривая с человеком, понимаете, что его желание жить так или сяк, это очень сильно вправляет человеку мозги. Когда человек понимает, что он на самом деле хочет делать. Вы, вот в моих книжках, я предлагаю такую, такая у меня есть рубрика, проверьте на себе, проверить, что в течение дня, и записывать. Вы берете листочек и пишете с левой стороны, что вы сделали, потому что хочется, а что вы сделали, потому что хочется кому-то, или по инерции. Например, вы завтракаете то, что хочется, или то, что привыкли. Вот завтрак доставляет удовольствие, или нет? Завтрак – это исполнение вашего желания, или неисполнение вашего желания? Вы одеваете то, что хочется, или то, что привыкли? Дальше сложнее возникают истории. Вы работаете, делаете на работе то, что хочется, или что получилось. В результате, когда люди потом ко мне приходили, выясняется, что человек в течение дня делает одну вещь, которую он на самом деле хочет. Знаете, какую? В туалет ходит. Ну, в туалет ходит, да, значит, две. Спит. Ложится спать. То есть весь день сейчас, весь день проходит, как проходит. И дальше я ужасно устал, у меня возникло желание лечь спать, я ложусь спать. То есть мы живем абсолютно, не вы, прекрасные, чудесные, а плохие какие-то люди, большинство плохих людей, они живут абсолютно и гаранируя свои желания. Желание – это движитель. И вы это очень хорошо знаете. Те мужчины, которые добивались любви конкретной женщины, они знают, вот если ты понимаешь, что без этой женщины ты не можешь жить, какой это рождает энергию. Те люди, которые добивались конкретной работы. Есть, я привожу всегда пример, я репетировал, я в свое время много занимался театром, репетировал с Валерием Сергеевичем Золотухиным. Это был человек, который родился в селе, в каком-то селе, у него был туберкулез ног, у него одна нога была короче другой, и у него был дикий говор. И он сказал, я буду артистом рукуять московским театром. Мы сказали, Валерий, ты обалдел, у тебя туберкулез, ты с ума сошел. В этом селе было большое количество людей, для которых быть артистом было прихотью, а для него было желанием. Чем это закончил Золотухин, вы знаете. Любой человек, который добился в жизни известных вам результатов, то есть известный человек, он этого очень хотел. А нету такого человека, который получил какое-то что-то случайно. Или если это есть, бывает такая случайная слава актерская, например, она очень быстро исчезает. Потому что желание дает невероятную энергию, которую мы не используем, большинство из нас не используют. И когда к вам приходит человек, вы должны понять, почему вот эта энергия, которая должна двигать его по жизни, не используется им. Чаще всего это происходит не потому, что он не знает, чего он хочет, а потому что он боится признаться самому себе в том, что он хочет на самом деле. Например, вот если брать любовные треугольники, причем они не всегда мужчина и две женщины, это бывает женщины и двое мужчин. Огромное количество и мужчин, и женщин хотят жить и с мужем, и с женой, и с любовниками, хотят так жить. Ну неудобно. Ну так же неправильно. Это же так неприлично. И дальше это вопрос совести. Это не вопрос желания, а вопрос совести. Ну понятно, что вопрос религии, неважно. Это вопрос не психологический. Но с точки зрения вопроса, с точки зрения психофилософии, либо ты будешь жить так, как тебе хочешь, либо ты будешь несчастен. Свои желания невозможно засунуть никуда. Если они есть, то они должны быть либо исполнены, либо вы будете жить несчастной жизнью. Вот эти все ограничения, причем последний такой момент, пока меня не стали про это спрашивать. Значит, люди очень говорят, ну мало чего у меня возникло желание. У меня возникло желание убивать людей, например. Я должен его что-ли исполнять? Во-первых, есть у нас самоограничители, которые работают сами по себе без нас. Я пока не встретил ни одного в своей жизни человека, который хотел бы убивать людей. Это больной маньяк, я таких людей не видел. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, по христианской религии грех отделен от человека. Это вы знаете, наверное. То есть человек не рождается с грехом. Человек рождается в грехе, но без греха. Грех отделен от человека, поэтому, собственно говоря, существует исповедь. Когда ты можешь отказаться от этого греха и стать безгрешным. Ради чего, собственно говоря, Христос и пришел в свое время на землю, чтобы это все работало. С точки зрения психофилософии, младенец, идеальный человек, по-моему, у Фрома написано, что младенец абсолютно доверчивое и доброе существо. Почему младенец берет материнскую грудь? Странная же история. Представьте, вот такой маленький человек, крошечный. Над вами нависает такая штука. Почему инстинкт, окей, значит, нет души, есть инстинкт. Хорошо. Фром говорит, что потому что абсолютное доверие. Вот абсолютное доверие к этому миру. Поэтому дальше, если у человека возникают какие-то, ну скажем так, очень негативные желания, они возникают, они рождают большое количество трагедии. Но неудовлетворение этих желаний всегда приведет к тому, что человек будет жить печально. Если человек не забывает свои желания и не живет так, чтобы они выполнялись, он всегда живет печально. Вопросы? Я не знаю, потому что я посмотрела ваши интервью, но вот это, Галина Павловна Вишневская, мне показалось, что даже вы там видели, как-то, но он темно, как отбитые дочери, что воспитание, как-то, на преодоление. Да, мне не нравится, как воспитывала своих детей Галина Павловна Вишневская, которая, да, но мне не нравится. Галина Павловна Вишневская, это было в передаче, поэтому можно сказать, когда дочка пришла домой не в 10 вечера, а в полодиннадцатого, отрезала ей косу сначала, а потом в течение года дочка ходила только в школьной форме, у нее отняли всю одежду. Что тут комментировать? Мне не нравится, Галина Павловна Вишневская была великая певицей, и у нее хорошая дочь, у меня трое детей, я ни с кем так не знаю. Что тут комментировать? Мне такое не нравится, когда так воспитывают. Причем тут желание? Мне, когда так воспитывают детей, не нравится. Достаточно, что нам это не нравится, надо понять причины. Значит, это люди психически больные, которые так поступают. Вишневская? Ну, видимо. Ну, знаете, я знал Галина Павловна Вишневскую, она была психически абсолютно здоровым человеком. Это действие, это не психически здорового человека? Это действие человека, который не держит ребенка за человека. Подавляющее большинство родителей в нашей стране не держит детей за людей. Это другая тема совсем, дайте мне не углубляться. Откуда это берется? Нет причины интересуют, они как следят? Откуда берется, что подавляющее большинство людей не считают детей за людей? Да. Традиция наша. Подавляющее, традиция наша. Это наша традиция, идущая бог знает откуда. Это история, идущая от того, что на средневековых... Традиция человечества, а не России. На средневековых портретах вы никогда не увидите портреты маленьких детей. Потому что младенец считался существом, который впоследствии может стать человеком. Может стать, а может не стать. Так человечество развивалось от Спарты. В Спарте, как вы знаете, детей делили на здоровых и больных. Кто знает, кто делил? Кто решал, какой ребенок здоров, а какого ребенка сбросит с обрыва? Кто решал? Родитель. Душ. Кто? Жрецы, наверное. Так, еще варианты. Ну кто? Вот родился ребенок, его куда несли? Ну вы что? Нет, вода решала. Кто? С водой родился бы, значит решение. Нет, все бы утонули. Вы что говорите? Нет, не вода решала. Решали старейшины. То есть детей несли старикам. Старики смотрели и говорили, ну вот здоровый. Вот с этого началась история развития человечества. Дальше на Руси повивальная бабка, знаете, что делала, когда рождался ребенок? Она его начинала, и не на Руси, везде. Так родился Леонардо да Винчи, Ньютон, масса великих людей. Она начала удлинять руки, менять форму головы, как бы доделывать за Бога. Ну вот ей казалось, что так покрасивше будет, а она его доделала. Это долго было. Еще в середине 19 века в России продавалось такое лекарство, чтобы ребенок, ну типа снотворное, с наркотиком. Еще в середине 19 века. Потому что ребенок это не человек, младенец это не человек, это существо, которое впоследствии станет человеком. Почему он не человек? Потому что он ходит на четырех ногах, потому что он не разговаривает, и потому что он не знает, кто такой Бог. Вот когда он поймет, кто такой Бог, он станет человеком, вот откуда это все идет. Дальше это все как с женщиной, простите. Тоже было отношение к женщине плохое, сейчас все лучше, 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 лучше. То же самое с детьми. Мы все-таки пришли к тому, что младенец это человек, все-таки повивальные бабки перестали их как бы переделывать. Но эта традиция, она такая глубинная, она осталась. Многие люди считают, что ребенок это не человек. Поэтому если тебе было уверенно прийти в действие, не пришел, ты будешь серьезно наказан. Никакого психического латония здесь абсолютно нет. Но это, я не понял, честно говоря, почему задает вопрос, потому что это не имеет никак... Послушайте, я не хочу обсуждать Галина Павловну Вишневскую, и что говорит дочь по телевизору. Какая воспитанная дочь будет по телевизору ругать... Преодоление. Причем по какой преодолению, чего? Если тебя что-то решили, может преодолеть, или не реализовываться, что-то не будет. Если у тебя уничтожили твое желание, ты можешь реализоваться в чем-то другом, но ты уже будешь нездоровым человеком. Если тебе не дали делать то, что ты хотел, еще раз говорю, не прихоть твою, а желание. Я, кстати говоря, не вижу тут никакого особенного преодоления. Здесь просто есть унижение, и все. Никакого преодоления нет. Преодоление – это когда ребенок говорит, как ко мне приходит на прием женщина и говорит, у меня беда с сыном. Беда. Сын в 10 класс пошел. Вот сейчас надо решать, какие ЕГЭ сдавать. Я говорю, какая беда? Хочет быть путешественником. Я говорю, что? А я хочу, чтобы он был бухгалтером. Что за профессия путешественник? Приходит пацан. Оказывается, он знает все столицы. Представляете, он знает столицы мира всех государств. Вообще всех, а их куча. Оказывается, он хочет быть как Конюхов. Оказывается, он нашел в Южной Амазонке какое-то место, где никогда не вступало многочеловек. Он хочет поступать на географический факультет. А мама считает, что он должен быть бухгалтером. Вот это вот ломка. А при чем тут? Ну, оскорбили человека, оскорбили. А? С мамой беда. С мамой беда. Всегда, когда беда с детьми, беда с мамой. Но мы всегда. Дети никогда не виноваты. Дети не виноваты никогда. С мамой и с папой. Иногда с мамой, иногда с папой, иногда с мамой и папой. У меня книжка последняя называется «Дети как зеркало», потому что дети, а еще до этого была книжка «Родители как враги». Вот это как мое отношение к детям и родители. Мы всегда отрели, чтобы мы растем, растем, растем и не осознаем, что в нас это тихонечко, 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 тихонечко закладываются как кирпичики желания родителей. И, может быть, даже там дедушек, бабушек, чьи влияния в семье планы. Для того, чтобы отделить, для того, чтобы понять, что ты хочешь, нужно не включить, а отключить мозги. Почему? Потому что, по меткому замечанию психолога фамилии Орр, есть такой психолог Орр, Леопольд Орр, он создал какую-то невероятную историю, связанную с дыханием, но вот он еще был психологом. Он говорил, что в голове человека живут как бы два создания, думающий и доказывающий. У них очень интересные взаимоотношения. О чем бы думающий ни подумал, доказывающий это докажет. Нет ничего такого, что вы не можете себе доказать. Если кому-то из вас сейчас кажется, что я поразительно умный человек, вот надо же, такой умный. У вас есть миллион аргументов, что я умный. Кому-то кажется, что ты херню говоришь, это ужас. У вас есть миллион доказательств, что я говорю херню. Я говорю одно и то же. Вот что вы хотите доказать, то вы и докажете. На этом основана вся мировая литература, все там, от Элла. Но она же, Десдемонт, не виновата ни в чем. Но его доказывающий ему 150 раз сказал, что виноват. И в результате он ее взял ни в чем не повинного человека и задушил. Это таких очень много примеров. А в чувствах думающего и доказывающего нет. Это опять же, я почему говорю все время про любовь, потому что любовь, она такая, как лакомство в машке. Все можно проверить. Можно убедить себя, что надо выходить замуж за этого мужчину, потому что он богатый, не очень противный, от него изо рта не пахнет. И слава богу. Можно себя в этом убедить. Но если, когда вы влюбляетесь, у вас перехватывает горло, то оно либо перехватывает, либо не перехватывает. И вот убедить себя в том, что должно перехватывать, невозможно. Поэтому, когда речь идет про желание, все говорят, подумай. А на самом деле надо говорить, почувствуй. Возникает вопрос, как это сделать. Начинается все с простых вещей. Дальше это все становится автоматически. Начинается с простых вещей. Надо выбрать платье для похода в театр. Простой, ну какой-то совсем простой выбор. Красное или белое. Человек погружает себя в комфортное состояние. У каждого разное, я всем рассказываю, что у меня есть знакомая девушка, которая занимается моим сайтом. Она наливает ледяную ванну, ледяной водой, ледяной. И кидает туда лепестки роз и погружается туда. И вот ей там, я даже когда говорю, у меня как-то, а ей вот там очень хорошо. Закрыть глаза и очень подробно представить себе, как вы идете в одном платье и в другом. Начало в одном, потом открыть и в другом. Очень, только очень подробно. И вы открываете шкаф, как вы вот это все делаете. Можно я это говорю до конца? И тогда ваша фантазия в одном случае будет работать, а в другом нет. Вы попробуйте, это очень интересно. Это вообще просто еще интересно. Вот когда вы будете, например, если вы хотите идти в красное платье, условное, я сейчас говорю условное вещь, то когда вы будете представить про классное платье, ваша фантазия будет вам еще помогать. Она будет вам помогать, как вы его одеваете, куда вы идете, будете видеть улицу, все будет замечательно. Когда вы надеваете белое платье, она не будет работать. Ваше желание, отсутствие желания, вот эту работу мозга, как вы так любите говорить, замкнет. Дальше начинаются более сложные истории. Если это получается, у кого-то получается сразу, у кого-то получается не сразу. Дальше начинаются более сложные истории. Дальше человек себя к этому приучает, например, я и некоторые люди, которых я учил. Когда ты просто это чувствуешь, вот ты понимаешь, я вот это делать не хочу, вот ты просто на секунду свидетачиваешься и понимаешь. Вот в себе все говорят, не надо этого делать, а ты хочешь, ты начинаешь это чувствовать. Но это чувство надо в себе воспитать вот таким образом через простые вещи, через умение делать выбор в простых вещах. Его надо в себе воспитать, потому что мы тренируем разум. Вот вы сейчас зачем пришли? Тренировать разум. Вы же не пришли тренировать чувства, вы пришли тренировать ум. Значит, если я что-то вам помогу, то я молодец, не помогу, значит, я не молодец. А чувства где тренировать? Ну, в театре немножко тоже. Поэтому они у нас недоразвитые вообще всегда. Чувства очень недоразвитые, и надо им помочь. Вот такими простыми вещами. Опять же, для того, чтобы отделить желание родителей от собственных, нужно поставить такую задачу. Если такая задача, нельзя решить задачу, которая не стоит. Если ребенок не понимает этого, ребенок 10 лет, 20 лет, 100 лет, неважно. Он этого не понимает, ему никак нельзя помочь. Если ребенок сам не хочет отделять свои желания от родителей, ему никак помочь нельзя. Если хочет, тогда вот есть такая история. Что делать, если ты к 40 годам вдруг понял, что ты выполнил очень много чужих желаний, и это твой некий багаж. А сейчас хочешь начинать выполнять свои, но при этом есть что-то с социальной точки зрения, что нельзя порушить. Вы знаете, я говорил вам, что у меня консультация длится полтора-два часа. Я не могу, но это несерьезно очень. Вы же, видимо, про себя спрашиваете? Плюс-минус. Плюс-минус. Мы же все хотим быть счастливыми, жить счастливой, гармоничной жизнью. Все хотят. Это невозможно делать, если ты не выполняешь свои желания. Это делать просто невозможно. Значит, в принципе, человек, который выполняет чужие желания, он изначально идет прямым путем несчастной жизни. А дальше начинаются детали. Вот на прошлой мастерской, которая у меня была, была женщина, у которой была такая проблема, потому что ей надо было заниматься зарабатыванием денег, а она хотела быть психологом. И она понимала, что прежде чем она начнет зарабатывать деньги, какое-то время денег будет мало. Мы с ней вели всякие разные беседы. Она сейчас стала психологом. В общем, семья ужалась, но зато все счастливы. Потому что она делает то, что ей нравится. Муж успокоился, потому что она перестала истерить. А ребенок, дети же все очень чувствуют, он радуется, что папе и маме хорошо. То есть это каждый раз, это уже такой конкретный вопрос. Но ответ всегда общий, ответ всегда такой. Неправильно. Я начал заниматься психологией. Я же не знал, что я в результате придумаю какую-то историю. И когда я понял, что мне вот это ужасно хочется делать. А мне было уже к тому времени, у меня 40, там, 5, 7, 8 лет. И у меня было все хорошо. Я был известным телеведущим, у меня выходили книжки, прозы всякие. У меня было все прекрасно. Но я понял, я очень хочу это делать. Когда меня спрашивали, зачем, я говорю, я не знаю. А что дальше будет, я говорю, я не знаю. Ну вот мне это ужасно нравится. Я перестал, я 10 лет не читал художественных книг. Потому что я как безумный, я все это читал. Если кто-нибудь из вас читал Фрейда, это отдельно триллер просто читать Фрейда. Но я мне казалось, я продирался. А потом мне там появился замечательный такой психолог из Риги, Дима Лицов. Он мне стал советовать. Я так открыл Франкла, там Ролломея, Бью Дженталь. Я думаю, боже мой, как это все потрясающе. Потому что, вот, очень хотелось. Это общий вывод. Еще вопросы? Про поиски смыслов. Про поиски смыслов мы сейчас поговорим. Он как раз находит те самые миллионы причин, почему он сейчас, ну никак не может это сделать. Ну никак не может уйти с работы, которую он ненавидит. И просит мужа, которого она ненавидит уже 10 лет, с которым никаких отношений нет близких. А вот когда ему через год, вот сейчас вот я никак не могу. В чем вопрос? Когда-то вы говорите человеку, у тебя невроз, и ты боишься ответственности, ему хоть, конечно, это оскорбление. Я так скажу, я сама про себя знаю. Для вас, вот видите, вот именно поэтому я придумал психофилософию. Вас это не обижает, а меня это обижает. А кого-то это тоже обижает. Вы не критерий, я не критерий. Человеку говорят, ты болен. Ты что, ты болен? У тебя невроз. Я сто процентов больный. Значит, вы мне задаете вопрос, я пытаюсь на него ответить, если мне дадут сказать. Разговаривая с человеком так, что у тебя невроз, ты боишься ответственности, бессмысленная история. Но это не просто человек, это моя близкая подруга, с которой знает, что мы с ним можем поговорить без всяких углов. Значит, можно я от начала до конца скажу мысль, потом вы будете с ней спорить. Говорить человеку, подруге, психофилософия занимается тем, что учат общаться с близкими людьми. Говорить человеку, подруге, ребенку, мужу, что у тебя невроз, ты боишься ответственности, бессмысленное дело. Можно я это говорю? Выдавать человеку приговор ставить, бессмысленное дело. Так разговаривать с человеком, в принципе, бессмысленно. Я не уверен, что мы успеем до этого дойти, до того, как вообще разговаривать с людьми, надо, как проводить психофилософские разговоры. Это такая отдельная совершенно история. Но это разговор, который строится на абсолютной стопроцентной поддержке человека и понимании того, что ты лучший, ты самый потрясающий. Особенно женщинам это важно говорить. Ты самая вообще самая. Только у тебя ты можешь быть на 200% прекрасно, а ты пока на 150%. Но ты потрясающий. Вот так надо разговаривать с людьми, которым плохо. Нельзя разговаривать с человеком, которому плохо, и ему тебе плохо, тебе плохо. Известно совершенно такой известный случайно произошедший опыт. Это случайно произошло в Америке. Вступительные экзамены. Девочка показывает, там IQ определяют на первом классе. Девочка показывает ужасный результат. И становится двоечницей. Она до четвертого класса двоечница. Она знает, что она двоечница, я знаю, что она двоечница. А потом приходит комиссия, и оказывается, не ее результат ей сказали, а у нее-то был высший. Она становится отличницей. Буквально там через два дня. Потому что она понимает, что это правда. Она понимает, что она отличница, и все понимают, что она отличница. Нельзя говорить человеку, ты знаешь, ты не расстраивайся, у всех невроз, и у тебя невроз. Так нельзя человеку говорить. Это бесполезно. Это убиваемая история. Это история, которая перебивает человека сразу. Я бы сейчас к вам пришел и сказал, ну что, у вас у всех, конечно, проблемы. Вы, конечно, все невротики. Ну что и такое. Нет, ну смотрите, Михаил Лобковский всем так и говорит, когда ему звонят. Я не отвечаю за Михаила Лобковского. Я не отвечаю за Михаила Лобковского. Дай бог здоровья Михаилу Лобковскому. Я за него не отвечаю. Вы лезвие перепутали. Дай бог ему здоровья. Я за него не отвечаю. Есть психологи с сорокалетним опытом, которые говорят глупости. При чем тут опыт? У него опыт такой, у меня другой. Еще есть вопросы? В одном из интервью вы рассуждали о роли эмоционального интеллекта. Никогда. Я вообще не понимаю, что это такое. Для меня слово читание «эмоциональный интеллект» выглядит абсолютно бредовым. Хотя я пытался читать книжки по этому поводу, я не понимаю, что это такое. Поэтому я никогда в жизни проэмоциональный интеллект. Продолжаем дальше. Очень важный момент, который надо объяснять человеку по возможности спокойно, и который надо понимать всем, что каждый человек сам создает свою реальность. То есть не обстоятельства создают нас, а мы создаем обстоятельства. Я приведу вам несколько примеров, один из которых вы знаете все. Это Александр Сергеевич Пушкин и Болдинская осень. Что такое Болдинская осень? Это эпидемия в России холеры. У всех холера, а у Пушкина Болдинская осень. Потому что он решил, что вот будет так. Есть такой исследователь, которому вам, если вы как-то будете учиться, наверняка про него будут рассказывать, фамилия Паттакос. Это человек, который изучал Франкла. Паттакос – это греческого происхождения человек, который живет и преподает в Канаде. Он рассказал такой случай в собственной жизни. Он едет на машине, как я представляю себе, пустая канадская степь. Он едет на машине, ему на встречу идет школьный автобус. Школьный автобус переворачивается. Школьный автобус пустой. Он останавливает машину, вызывает скорую помощь. Пока скорая помощь едет, он вытаскивает оттуда водительницу, девушку. Она там в шоке, в ужасе. Он говорит, давайте попробуем понять, что хорошего случилось. Она в крови автобуса. Ну, в автобусе никого не было, это же хорошо. Вы остались живы, это же замечательно. Сейчас не зима. Была бы зима, мы бы сейчас мёрзим. И он начинает впечатлять хорошие вещи. Когда приехала в скорую помощь, она сказала, что он её спас от травматического шока. Он ей из негативных обстоятельств создал позитивную реальность. Что может делать, в принципе, всякий человек. Но для того, чтобы это делать, сейчас поговорим как. Надо понять, что такое реальность. Кто готов к ней? Вы знаете такое слово? Эй, я здесь. Что такое реальность, знаете? Дайте мне определение. Реальность – это? Каков для вас главный признак реальности? Как я воспринимаю то, что происходит в вашем жизни. Как вы воспринимаете? Как я, конкретно, я воспринимаю то, что происходит в вашем жизни. А главный критерий, когда то, что происходит вокруг вас, реально или нереально у вас есть? Отражение действительности. Отражение действительности. И всё. Главный для вас признак реальности. Вот когда для вас событие реально, а когда нет? Можно вот потрогать. Великая Отечественная война. Нельзя потрогать. Любовь. Как потрогать? Как потрогать любовь? Можно же потрогать любви человека. А потом это оказывается нелюбовью. Хорошо. Но войну всякой нельзя потрогать. Сирию нельзя потрогать? Нет. Она реальна или нереальна? Для меня нет. А почему? Конечно, в ней потрогать. И война, а Великая Отечественная тоже для вас нереальна? Ну, у меня нет доказательств, что это как-то вроде географии. Для меня это не так. То есть для вас Великая Отечественная война, Римская империя, Гражданская война, это всё нереально? Ну, скажем так, для меня это не имеет значения, поэтому... Я не спрашиваю про значение. Я спрашиваю про то, что такое реальность. Может быть, то в вашу поведение? Нет, вы уже много раз были. Что такое реальность? А что является критерием, верите, не верите? Вот смотрите. Во-первых, почему я всегда задаю эти вопросы? Почему? Потому что для того, чтобы было понятно вообще, как нам тяжело общаться, вот в частности мне с вами, потому что я... А вам со мной это одно и то же. Потому что я говорю понятные слова, а каждый из вас воспринимает их по-разному. Потому что мы воспринимаем образы. Слово мясо для вегетарианца и охотника звучит по-разному. Это просто надо всегда иметь в виду, когда вы разговариваете с человеком, когда вы ему говорите, что у него невроз, например. Надо это всегда иметь в виду, что люди по-разному воспринимают. Психофилософия считает, что реальность – это то, что на нас воздействует. Вот то, что на нас воздействует, то реально. Что на нас не воздействует, то нереально. Поэтому война в Сирии для большинства россиян – нереальная вещь. Если в связи с войной с Сирией начнется война где-нибудь поближе, она достанет реальность. Великая Отечественная война все-таки на огромное количество людей воздействует. Это реальная вещь. Поэтому дальше из этого что следует? Мы можем сами решать, что мы включаем в свою реальность, а что не включаем. Я еду на машине. Меня подрезает другая машина. Маховая улица. Центр Москвы. Я по газам из-за той машины. Я за ней мчусь. Я начинаю ее к бортику. Там девушка сидит за рулем. В ужасе. У меня смотрится в ужасе. Я думаю, и что дальше будет? Вот я сейчас выйду, наору на нее. Ну что дальше? Я же не буду ее бить. Я проезжаю мимо. После этого я решил, что я вот эти все истории в свою реальность пускать не буду. Поэтому, когда меня подрезают, я перекрещиваю человеку. Дай бог тебе, который так водит машину. Дай бог тебе доехать. У меня создается более позитивная реальность. Это достаточно просто. На самом деле, когда к мне приходит человек, говорит, я смотрю телевизор. Так, переживаю. Не смотрите. Не смотрите. Если не смотреть телевизор и не ходить в социальные сети, жизнь кажется прекрасной. Она-то на самом деле у каждого человека гораздо лучше, чем когда он смотрит телевизор и ходит в социальные сети. Она кажется гораздо лучше. То есть мы можем создавать собственную реальность. Это очень важный, это такой принципиальный вывод. Когда люди говорят про обстоятельства, вот мне то плохо, все плохо, денег, все. Я говорю, ребята, вы знаете такой негвуйчич? Человек, у которого нет рук и ног. Вот когда есть негвуйчич, говорить про обстоятельства, ну, пошло и стыдно. Человек без рук и без ног стал одним из самых высокооплачиваемых и популярных лекторов в мире. А у вас денег не хватает? Ну, о чем мы говорим? У вас что не хватает? Любви не хватает? А у него и рук и ног нет. Поэтому, если жизнь человека, который пришел к вам, или ваша, когда вы пришли сами к себе, вам кажется развивается плохо, то проблема не в жизни, а в вас. Огромное количество приходит, ну, большое количество девушек, у которых проблемы в личной жизни, у них нету симпатии, у них нету, там, что-то у них нету. И они почему? Потому что все мужики сволочи, конечно. Все гады же. И дальше целая история про то, как убедить человека, что у тебя внутри что-то не так. Ты же ты отталкиваешь людей. Проблема в тебе всегда. В этом есть оптимизм и пессимизм. Оптимизм состоит в том, что поскольку ты виноват, то можно исправить, а пессимизм состоит в том, что если ты не исправишь, то не исправится. То есть ты сам отвечаешь за тот мир, который вокруг тебя существует. Ты за мир, окружающий тебя, отвечаешь только ты. Никаких обстоятельств, ничего такого нет. Самый невероятный пример того, как человек создал позитивную реальность из немыслимых обстоятельств, помимо Вучича, это Франкл. Франкл, который попал в немецкий концлагерь, который был другом Фрейда, и Фрейд предложил ему уехать в Америку. Франкл остался в Австрии, сидел в трех концлагерях. Когда он попал в концлагерь, то он сказал себе, что с одной стороны он будет помогать заключенным, потому что он врач, а с другой стороны у него есть невероятная возможность изучать жизнь человека в запредельных обстоятельствах концлагеря. Он попробует изучить жизнь человека, потому что другой возможности такой не будет. И он выжил, написал книжку, которая в русском варианте называется «Скажи жизни, да?». То есть еврей, попавший в концлагерь, как бы из концлагеря создал лабораторию. Когда мне говорят люди, что у меня плохой начальник, я говорю, ну все-таки тебя не ведут в газовую камеру. Ну все-таки, да? Ну все-таки как-то тебя не расстреливают каждый день? Еще раз, если человек начинает, вы сами или другой человек, уповать на обстоятельства, это значит, что что-то внутри у него не так. Не обстоятельства виноваты, а он не может из предлагаемых обстоятельств вынести какой-то позитив. Вопросы? Ну вот мы поняли, что они уже не так, что делать, как это уйти, без использования. Что-что как? Ну вот поняли, что что-то не так. Когда человек понимает, что дело во мне, проблема во мне, и дальше что? Дальше мы должны разговаривать... Дальше мы должны объяснить человеку, что если он понимает, что в нем не так, то он это будет менять. Вы странный, говорит, человек. Что нам делать, если человек понимает, что что-то в нем не так, но не хочет это менять, ничего не делает? Если он понимает, что все происходит из-за того, что у него что-то не так, но ничего не хочет делать, то это ничего невозможно. И самое главное, не нужно. Не нужно ничего делать. Но как правило, человек, который, если это не подруга и друг, а человек, который пришел к вам осознанно за советом, и ты ему объясняешь, что твое одиночество из-за того, что то-то и то-то у тебя внутри, он начинает это менять. Потому что он идет за помощью. Он же идет за помощью. Он идет не для того, чтобы просто побеседовать. Он идет за помощью. Ему дают помощь. Говорят, вот это надо делать. Он начинает делать. Дальше вы начинаете ему объяснять, как это все делать. Всегда начинает. Если это, еще раз я говорю, если человек, который пришел к вам за помощью, всегда начинает. Если вы поняли психологию, как психология жертвовать, вот эти люди, они как раз жалуются, страдают. Послушайте, давайте мы договоримся, что вы будете не только говорить, но и слушать то, что я говорю. Человек пришел к вам, потому что у него проблемы, и он хочет что-то изменить. Он не хочет быть больше жертвой. Человек, который хочет быть жертвой, за советом не приходит. Он существует как жертва, и ему это вполне нормально. А если, скажем, он приходит за советом к другу, вот эти подруги, они профессионально у вас принадлежат? Вот тогда психофилософия для этого и есть. Для того, чтобы он понимал, какие есть критерии. А как бы объяснить, то же самое, только что, грубо говоря, он не взял на себя ответственность. Если впрямую, когда ты ему говоришь о том, что у тебя есть проблема, или в моем мнении что-то она такая, он не слышит. Как донести до друга, до близкого человека, что... Значит, смотрите, во-первых, да, я понимаю, во-первых, психофилософия не может помочь никому, кто не хочет, чтобы ему помогали. Это невозможно. Вот это, кстати говоря, имеет прямое отношение к воспитанию детей. Когда нам кажется, что ребенок живет неправильно, а ребенку кажется, что он живет правильно, ему помочь невозможно. Он должен прожить свою неправильную жизнь, совершить свои неправильные ошибки, а потом к нам вернуться. Психофилософия рассчитана на людей, у которых есть проблемы, и они приходят к вам со своими проблемами. К вам приходит человек. Приведите мне пример конкретный, вот что происходит. Чтобы не общими словами, но, например, вот что вы имеете в виду? Ну, потом он жалуется на личную жизнь. Я как-то слушаю... Что значит жаловаться на личную жизнь? Ну, на обстоятельства. На что? Что? Что не так? Человек ведет себя не так. Как? Не уделяет должное внимания, делает то, что ей хочется и так далее. То есть, грубо говоря, человек игнорирует для себя, да, в ситуации? С вами сейчас я понял. Тогда мы с вами возьмем следующее важнейшее понятие психофилософии, а именно смысл. Приходит женщина, у нее проблемы с ребенком. Мы решили проблемы с ребенком, там что такое? Она говорит, мне муж еще с мужем вопрос. Он духовно не растет. Я говорю, а зачем вам муж? Она думает некоторое время и говорит, чтобы не было одиноко. Я говорю, ну, а при чем тут духовный рост? Она говорит, ни при чем. Ну, все. Тогда мы правы, все понятно. Значит, приходит подруга и говорит, что муж не уделяет, молодой человек, или муж не уделяет должного внимания. Человек не обязан уделять никакого внимания никому. А почему подруга решила, что ей должны уделять внимание? Я заявляю, например, вопрос. И я говорю, что Киев выдает реакцию, допустим, на другую. Ну, какая? Соберяю, человек доверяет мне эту тему. И поэтому... Человеку надо объяснить, что ни один человек на свете не рождается для того, чтобы удовлетворять желания другого человека. Если ее любимый человек не страдает из-за того, что она страдает, значит, нет любви. Значит, надо либо жить в той ситуации, которая есть, либо менять человека. Человек сам по себе не должен исполнять ничьи желания. Он это делает, потому что другому человеку это хочется. Это, собственно, одно из проявлений любви. А вот вы встречаетесь с отрицанием, да? То есть человек просит, когда вы у вас советы, когда вы ему вот эти вещи транслируете, а он начинает с ним использовать. Конечно, никто никогда не принимает прямо. Как вы находитесь походу, чтобы все это объяснить? Потому что у меня есть... Там я просто не знаю, успеваю, не успеваю все сказать, потому что я говорю... Я выясняю про желания, я выясняю, какую реальность человек создает. Я выясняю про смысл, я выясняю про привычки. Про привычки мы сейчас попробуем поговорить. И человек начинает постепенно понимать, что происходит. Я структурирую его жизнь, его... Вот на вот эти все вещи. Очень важен вопрос смысла. Зачем тебе вопрос, который приводит маму в экстаз? Зачем вам ребенок? Потому что, как правило... Ну как, ну... А дальше выясняется, что для одной мамы ребенок для того, чтобы продолжить род. Это одна история. Для другой мамы ребенок для того, чтобы сделать его счастливым. А для третьей мамы ребенок дан для счастья. В зависимости... Если мама это осознает... Ведь Франкл говорил не просто про смысл, а про осознанный смысл. Про осознание смысла. Если ваша подруга поймет, зачем ей молодой человек, то она поймет, он удовлетворяет вот этим ее запросом или нет. Если удовлетворяет или может удовлетворять, отлично. Не удовлетворяет, значит, не удовлетворяет, значит, что делать нельзя. Человек переделывать нельзя. Вы прекрасно это знаете. Поэтому вопрос смысла, с чего угодно. Вам понравилась наша встреча или нет? От смысла, зачем пришли? Вы на этот вопрос можете ответить только если вы поймете смысл того, зачем вы сюда пришли. Это относится к чему угодно. А дальше, чтобы просто успеть сказать, потому что это такой важный очень момент. Изменить жизнь можно только изменив привычки. Другого способа изменить жизнь нет. Что происходит у некой невашей, какой-то плохой девушки? У нее есть привычки в отношениях с молодым человеком. Например, она все время требует. Она не дает, а требует. Один отвалился, второй отвалился, третий отвалился. Все мужики гады. Она понимает, что дело плохо. И она приходит к вам или кому-то. Надо ей объяснить, что у тебя одни и те же привычки приводят к одному и тому же результату. Если ты хочешь получить другой результат, поменяй привычки. Поменяй, в данном случае, поменяй свое отношение. Очень часто проблемы, очень часто бывают люди, ну там 35 и больше лет. Мужчина, женщина. В чем возникает проблема? Женщина, например, жила с мужем, и они развелись. А мужчина, например, жил один или наоборот. У мужчины привычки одинокого человека, у женщины семейного человека. Они не стыкуются никак. Менять никто ничего не хочет. Все люди расходятся. Проблемы взаимоотношения с детьми. Родители привыкли, должно быть чисто. Они привыкли, должно быть чисто. Ребенок говорит, окей, везде будет чисто, а у меня в комнате я привык, чтобы был бардак. Это моя комната, это мой мир. Он прав. Я не понимаю, почему ребенок должен убирать свою комнату. Это его мир. Он хочет, чтобы был бардак, пускай будет бардак. Но у родителей же есть свои привычки. Они же не могут поменять, вот из-за этого клопа, не может быть дети, отцы и эти. Такая замечательная, где-то я пришел такой заголовок. Они же не могут поменять ради вот этого. Все проблемы взаимоотношений в том, что мы не отдаем себе отчет в том, что человек состоит из привычек, как из стержня. И есть привычки, ладно, там один привык спать в холодной комнате, в такой, где холодно, а другой, где тепло. Это еще как-то можно укрыться вторым одеялом, грубо говоря, или наоборот. Это еще как-то решаемая проблема. А человеческие привычки, когда люди начинают общаться, неважно, друзья, любовь, родители с детьми, они вообще на это не обращают внимания, что у людей очень разные привычки. Это то, на что, когда приходит к вам человек или вы сами приходите к себе, надо обращать первостепенное внимание. Потому что очень часто именно неумение поменять привычки и приводит к разладу. А даже не умение, а нежелание, непонимание, что это необходимо сделать. С другой стороны, если, например, ты хочешь поменять жизнь, скажем, вот приходит ко мне человек, у которого умерла жена, и он никак не может ее забыть. И он говорит, вот мы каждое утро, много там, 20 лет, ели через день глазунью и омлет, глазунью и омлет, 20 лет. Она умерла, он жарит глазунью и омлет, глазунью и омлет. Я говорю, вы попробуйте йогурт поесть. Вы поменяете что-то. Ну, конечно, как же, это очень многие люди, ты расстаешься с человеком и начинаешь ходить по тем местам, где вы с ним ходили, и не можешь его забыть. Поменяй привычки, поменяй жизнь. Это, с одной стороны, простая вещь, и в этом ее плюс, потому что это просто. А с другой стороны, этого никто не делает, потому что никому не приходит в голову. Второй брак несет на себе всегда привычки первого. Если человек понимает смысл того, что второй брак – это новый брак, тогда он понимает, что необходимо от привычки отказаться. Смысл второго брака в том, что он другой. А как правило, человек считает, что второй брак будет чуть лучше, чем предыдущий. Такой же, но чуть лучше. И он не хочет менять привычки. И тогда ничего не получается. Все, что касается взаимоотношения с другим человеком, и все, что касается взаимоотношения с самим собой, обязательно должно вести, обязательно должно приводить к изменению привычки, если мы хотим что-то поменять. Это, с одной стороны, обязательно, с другой стороны, не так сложно, если об этом думать. Те из вас, кто из школы приходил учиться в институт, те помнят, как трудно, если это хороший институт, отделываться от школьной привычки учиться ради оценки. Как тяжело, вот эта вбитая годами история, что ты учишься не для знаний, а для мамы и учителя, как трудно от нее избавиться. Я, когда преподаю, я посвящаю много, там, два года, чтобы выбить эту привычку у детей, выбить детей, такие, как вы, вот этих людей, выбить эту привычку, потому что они привыкают к тому, что знания получаешь не для себя. Когда финны отменили оценку, у них резко изменилась система образования и стала одной из лучших в мире. Но сейчас не об этом речь. Это очень важный момент. Я знаю, я очень люблю выступать в школах, но это всегда очень тяжело, потому что дети знают, если сюда вышел человек, ничего умного не скажет уже. Они знают уже годами, они уже понимают, что вот если он сюда вышел, чтобы он не был. Они привыкли, что сюда выходить, человек просто что-то сказать, потом оценки поставить. Годами. Эту привычку сломать в течение нескольких минут очень трудно, но можно. И когда к вам приходит человек, вы узнаете про желание, вы узнаете про реальность. Обязательно надо понять, у тебя же не первая любовь. Там были какие-то ошибки, ты вот привычки к тем ошибкам сюда несешь или не несешь. Ты привыкла ждать, что тебе человек будет дарить цветы. Не работает. Ну это не работает. Что ты дальше это ждешь? Со вторым, с третьим, с пятым. Не работает. Зачем ты эту привычку переносишь? Ты хочешь измениться, измени привычки. Вопросы? Чтобы изменить привычки, разве нельзя, нужно изменить психику? Иначе как изменится? Как изменится? Значит, я начал нашу встречу с того, что я сказал, что психика – это то, как мы реагируем на внешние и внутренние раздражители. Это не имеет никакого отношения к привычке. Привычка есть с утра не омлет, а йогурт, поменять нетрудно. Как раз поменять привычки – это самое простое, что есть. Это самое простое. Вопрос в том, потому что это подчинено. Трудно все, что не подчиняется разуму. А все, что подчиняется разуму, просто. Если ты говоришь себе, я больше не буду от этого человека такого-то требовать, то ничего сложного в этом нет. Но вопрос в том, что так никто не делает. Тут вот с привычками – это как раз проблема не в том, что их трудно поменять, а в том, что никто этого делать не хочет. Это вообще к психике не имеет никакого отношения. То есть имеет, но только такое очень касательное. А имеет отношение к решению. Как узнать, какая именно привычка приведет к правильному решению? Как какая привычка приведет к правильному решению, узнать невозможно. Но возможно понять, какая привычка приводит к неправильному решению. И попробовать тогда другие. А, конечно, это невозможно. Опять же, о чем мы говорим? Если вы хотите забыть человека, то надо выкинуть из головы все привычки, связанные с ним. У меня был конкретный случай со мной, когда у меня была такая длительная история с девушкой, с которой мы регулярно ездили в Израиль. Ходили там, такой есть дюрзингов центр, такой торговый центр, мы регулярно туда ходили. Потом мы с ней трагически достаточно расстались. Я приехал в Израиль, уже абсолютно свободным человеком, пошел в этот центр, мне стало физически плохо, чуть в омрак не упал. Я сказал себе, Максим, что такое умный теоретически? Ты же знаешь, не надо старые привычки нести в новую жизнь. Там в Израиле еще три торговых центра езжать туда. Это просто, я это конкретно испытал на себе. Я пришел туда, я не могу сказать, что перед моим мысленным взором там что-то пронеслось. Ничего не происходит, просто я пришел туда, я увидел там на входе японский ресторан, где мы всегда ели. Я это все увидел, и мне просто физически стало плохо. Я просто понял физически, что я падаю в обморок. Вот я говорю про это. Это не так трудно. Какие нужны привычки, чтобы жизнь стала лучше, это дальше экспериментальным путем выясняется. Еще вопросы? Хорошо. Откуда возникает привычка тогда? Очень хорошо сказал об этом Александр Сергеевич Пушкин. Привычка свыше нам дана. Замена. Вот когда нет привычки, это не счастье, а замена счастья. Это стержень человека. Это то, что дает возможность человеку... Человек живет такое существо, которое очень трагично и печально живет всегда во все времена. Очень мало есть за что уцепиться. Я прекрасно понимаю, почему огромное количество людей, особенно на Западе, огромное количество людей, у них утро и иногда и целый день. Четко распланирован. Встал, вот это одел, вот это позавтракал, именно это. В такое-то время пошел к автобусу. Автобус ходит точно по расписанию. Сел в автобус ровно в положенное время и поехал. Это создает ощущение осмысленной, четкой жизни. То же самое происходит и в нашей жизни. Привычки – это как бы такие кирпичики, которые создают, как нам кажется, осмысленную жизнь. Это некоторый суррогат счастья. Но не в саму счастье. Это для взрослого. А вот если это проделывается на ребенка, откуда у него возникают привычки? От того же самого. Дети ничем... Вот один из принципов психофилософской педагогики говорит о том, что дети отличаются от взрослых не больше, чем взрослые отличаются друг от друга. То же самое. Нет, ну вот допустим, у ребенка, как вы говорите, в комнате бардак. Откуда он взял привычки? Потому что у него такой взгляд на мир. Потому что этому ребенку... Не у всех детей в комнате бардак. Этому ребенку комфорт не так. Иногда это как протест. Когда ребенка... Поскольку, когда мы общаемся с детьми, каждый поступок должен быть педагогически выверен. Как мне звонит человек, я делаю передачу там на радио, связанную с детьми. И он говорит, вот на столе три яблока. Ребенок одно взял. А что с двумя делать? Нам с женой съесть или ему отдать? Я говорю, вы яблоки любите? Любите, съешьте. Не любите, не ешьте. Но мы каждый наш поступок по отношению к ребенку должен быть педагогически выверен. И если ребенка долбали с... Мне женщина в фейсбуке написала, там у нее... Мне ребенок не умеет преодолевать препятствия. Она, когда видит препятствия, она вся раз... Сколько ребенку лет? Пять месяцев. Она уже с пяти месяцев ее воспитывает, чтобы она... Если мы долбали с пяти месяцев ребенка и заставляли его, например, убираться, то в знак протеста он не будет одет. Может быть, это поэтому происходит. Может, это происходит потому, что у него такой... Такой у... Мой сын, я могу его убить за то, что валяется бумажка на полу. Он не видит этого. Он этого не видит. Вот ему скажешь, сынок, убери бумажку. Он говорит, конечно, убирай. Он не видит. А есть люди, которые не могут жить, они прямо умирают от того, что бумажка валяется. Я говорю, ты что мусор не вынес? Ты не видел? Он говорит, не видел. Вот ты же туда сувал. Ну, я говорю, нет. Он другая, он молодой артист. У него другая, он студент театрального вуза. Вот от этого происходит все. Или в знак протеста, или от того, что такой человек. То есть привычка это дело не приобретен. Приобретен, да. Как она приобретается? Ну, я вам объясняю. Иногда под гнетом родителей. Иногда потому, что так удобней. Так когда-то было удобней. Вы все знаете. То есть привычку можно привить, правильно ли так? Ничего нельзя привить человеку, не его желание. Если желание есть, можно и желание нет. Понять тогда у ребенка. Есть ли желание, опять же, с педагогичной. Посмотреть на него. Желанием он это делает? Понятно. Смотрим. Ну, желанием, если это делает, значит, есть желание. Нет, без желания, значит, нет желания. Ну, извините. Он либо соглашается, либо не соглашается. Правильно ли? Правильно. Ну, все. Вот ответ. Ну, то есть вы уже дальше продвинулись. Вы уже предлагаете с ним общаться. Я предлагаю просто посмотреть. Нравится ему это делать или не нравится? Еще есть вопросы? Правильно ли я поняла, что психофилософия призвана создать, является некой системой ценности, которую я, каждому человеку, можно сделать ответственным за свои советы житейским психологам? Нет. Во-первых, я очень люблю слово «должна». Психофилософия помогает людям давать советы по системе. Вот и все. По какой-то системе. То есть вот те вещи, про которые я говорю, выяснять у человека, еще раз повторяю, про желание, про то, какую он строит реальность, про то, как он относится к своим привычкам, про то, в чем он видит смысл, он не видит смысл, какой смысл он в этом видит. А не говорить ему, а вот я, вот ты как со своим мужиком живешь? А вот я по-другому живу, и у нас все хорошо. Вот так не говорить, а пытаться найти какие-то вещи. Это вопрос, не имеющий отношения к этому делу, это вопрос, что называется, совесть каждого человека. Несете вы ответственность или не несете? Другой вопрос, что если вы меня спрашиваете, как человек, который будет советовать, я вам так отвечу. Если вы меня спрашиваете, как человек, который придет за советом, я вам скажу, что советы можно слушать только тех людей, которые дальше живут с вами по жизни. Иногда, правда, случайный попутчик может дать какой-то очень умный совет, такой бывает. Но, в принципе, если человек дальше живет с вами, тогда можно... Да, можно благодарить, либо сказать... Да, а если человек просто... Потому что, к сожалению, очень большое количество людей использует наше трудное состояние для того, чтобы возвыситься. Вот я хотел к концу сказать, это важный такой момент, у меня осталось пять минут. Я попробую в это время уложиться, попробую психолософское общение. Психолософское общение – это общение с людьми в трудном состоянии. Зачем к вам приходит человек в трудном состоянии? Так, высказаться. Еще варианты? Получить помощь из меня. Высказаться. Высказаться. Человек в трудном состоянии приходит к вам высказаться. Это самое главное. Я попробовал, я три раза обращался к психологам, потому что не потому, что у меня были проблемы, а потому, что мне стало интересно, как это все происходит. Второй психолог через пять минут начал мне рассказывать про свою жизнь, и мы резко поменялись. Третий психолог мне как бы дала такие мудрые советы, а первый же говорит, что не надо ничего говорить, я все про вас знаю, вот вам надо жить так, 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 и так. У вас невроз. Надо вам жить так, так, и так. Человек, когда к вам приходит человек в трудном состоянии, он приходит в более приниженном состоянии, чем вы, потому что он в трудном состоянии, а вы нет. Хорошие люди, которыми, конечно, являетесь и вы, они его выслушивают. Не очень хорошие люди, они начинают умничать, они как бы начинают танцевать на этой могиле, они начинают на нем танцевать. Они начинают, я же тебе говорю, сколько раз я тебе говорю, особенно с детьми и с подругами. Ну, я тебе прошлый раз с Петькой говорила, что так будет, и сейчас с Васькой опять та же самая история. То есть люди возвышаются за счет другой беды. Это то, что категорически чужие. Это же не намеренно делать, а они это делают за счет своей вот такой грустной системы. Это еще хуже. Если они намеренно приносят зло, тогда им можно сказать, не надо намеренно приносить зло. А если они зло приносят не намеренно, а у них так рефлекторно происходит, они рефлекторно несут зло. Я не хочу так думать про людях, я все-таки хочу думать, что они просто делают, что называется, по дуре. Вот самое главное, когда приходит человек в трудном состоянии, дать ему высказаться. Иногда это длится 40 минут. Иногда это абсолютный бред. Иногда ты через 5 минут хочешь сказать ему, слушай, что ты мне несешь, что ты говоришь, что ты мне несешь, что за ерунду ты мне рассказываешь. Неважно, у человека есть такая потребность. Это потребность. Потребность высказаться есть у человека. Почему Феликс Мундович Дзюжинский, такой был революционер, кто не в курсе, он говорил, я вообще не знаю, о чем можно сговорить с человеком, который никогда не сидел в одиночной камере. Почему одиночная камера, которая была придумана во время французской революции для облегчения жизни заключенных, стала пыткой? Ты сидишь в одиночной, а ты сидишь один, тебя водят на прогулку, кормят, а что такое? А ты умираешь. И это за тяжелое наказание, за более легкое наказание тебе, потому что нету обмена энергиями с другими людьми. И вот нет возможности выговориться в частности. Нету такой возможности. И это превращается в пытку. Потому что у человека есть такая потребность. Когда к вам приходит человек, он совершенно правильно, кто-то сказал, что его потребность высказаться, а не выслушать, какой он дурак. Это то, что в подавляющем большинстве случаев люди, которые не занимаются психофилософией, говорят, когда к ним приходят советы. В сущности они говорят это. Они так могут эти слова не говорить, но они в сущности говорят, ну ты, конечно, вообще, как же ты до этого дошел? У тебя невроз третья стена. Как же так? Вот не за этим приходят люди. Люди приходят для того, чтобы высказаться. Это первое. Я предположу, что в этой ситуации с подругой, она же мне высказалась, я ее слушала пять часов. От этой страны до Москвы. Я все понимала. Даже мы все про нее слушаем второй час. Не, ради бога, про подругу вашу хорошо. Дальше, когда человек высказался, в этот момент в общем ситуация становится понятна. Тем более, как мы сейчас говорим с вами, не как с профессиональными консультантами, а как с людьми, которые приходят, всякие знакомые и так далее. То есть вы уже что-то по этой ситуации знаете. А дальше вот есть вот те критерии, про которые я говорил, главнейшие из которых является желание. Это, кстати говоря, попытка понять свое желание и понять, почему я не живу сообразно собственным желанием. Это вообще важнейшая история в принципе для каждого человека вообще. И вот то, что я вам сказал по поводу того, что вы делите страничку, когда вы делаете то, что хотите, когда не то, что хотите. Это такой очень серьезный экзамен. Потому что если человек, пришедший к вам или вы сами, живет несообразно своим желанием, значит он проживает какую-то не ту жизнь, за которой, собственно, он родился. Это такая другая жизнь. Вот я сказал, что больше всего ко мне приходят людей по поводу детей с вопросами, а на втором месте людей, которые приходят с вопросами, им 30 с лишним лет, 33-35+, они хотят поменять профессию. Им нужна поддержка иногда, иногда совет, иногда что-то такое. Потому что это очень страшно, но это очень правильно. Это очень такой правильный путь. И последнее, что я хотел сказать по поводу психофилософского общения, это ваше дело, услышать это или нет, что это никогда нельзя использовать для самовозвеличивания. Потому что это вообще-то очень удобно, особенно с детьми, особенно с подругами. Это очень удобно, особенно если у человека вообще на самом деле ему совсем плохо. Бывает человек приходит, ему совсем плохо. И вот один из моментов, который заставил меня заниматься психофилософией, когда я подумал такую простую вещь, что я сейчас обращусь к любому из вас, к девушке какой-нибудь, и скажу, у меня машина не заводится, не посмотрите, вы скажете, вы с ума сошли, я ничего там не понимаю. А если я скажу, у меня душевная рана не поможет, вы скажете, конечно, без вопросов. А что, меня проще починить, чем машину? А почему? А почему, собственно, прежде чем починить машину, мы сто раз подумаем, а прежде чем починить человека, мы даже думать не будем. Скажем, конечно, ну садись, еще нальем, давай. Вот, это происходит отчасти из-за доброты, потому что люди, в общем, мне кажется, в общем, добрые люди, но отчасти, к сожалению, из-за желания возвыситься, из-за желания того, что это дает потрясение. Особенно, когда это дело связано с детьми, особенно, когда это дело связано с какими-нибудь подругами, которые были свидетелями чего-то плохого у нас. А теперь у нас было, а теперь у тебя, ну давай, теперь у меня было плохо. Вот это недопустимая, с моей точки, совершенно вещь. Я, поскольку довольно много читаю лекции по психофилософии, там и в разных местах, и в институте телевидения и радиоостанки, там я курс читал такой. Я уже начал замечать, что люди, это долгая история, тем овладеть, это как бы понятно, да, что я сказал даже не все азы сегодня. Люди, которые этим овладевают, хорошие люди, которые, ну, хорошие люди, они пытаются помогать другим людям. А те люди, которые не очень хорошие люди, они пытаются вот как бы возвышаться за счет этого. Ты что, не можешь понять, что ты хочешь? Как же ты живешь, дорогой? Ты не знаешь, что это очень важно? Как же ты живешь тогда? Вот это такой очень важный момент, потому что мы с вами говорим о человеческих отношениях. Это же очень такая серьезная история. И последнее, когда меня спрашивают регулярно, почему-то вы меня еще не спросили, видимо, я для вас больший авторитет, чем в других аудиториях, а вам не страшно вообще? Вот к вам приходит человек, вам не страшно давать ему совет? Я на этот вопрос всегда отвечаю, а вам? К вам ко всем приходят люди, вы всем даете, вам не страшно? У меня хоть какая-никакая система есть. А вы же на себе только основы, если это все делаете. Поэтому для меня вопрос, страшно-не страшно, имеете ли право, еще такой вопрос, вот вы имеете право давать, а вы? Не стоит так вопрос. Потому что эта система, она, азы которой я попытался сегодня вам рассказать, она призвана помочь людям, помогать людям. Она вот для этого создана. Она не панацея от всего, она призвана для этого. И мне кажется, что человек, вооруженный какой-то системой, но если это не совсем уже бредовая система, а мне кажется, что это не совсем бредовая система, он более вооружен, чем тот, который никакой системы не вооружен. Есть ли ко мне вопросы? И мы закончим. У меня есть три книги, посвященные психофилософии. Сейчас я пишу четвертую. Если мы говорим именно, значит, три книги. Одна называется «Психофилософия», другая называется «Психофилософия 2.0», третья называется «Практическая психофилософия». И есть несколько книг, посвященных психофилософской педагогике. Как не стать врагом своему ребенку, родители как враги, дети как зеркало. Многослов не имеет к психофилософии никакого отношения. Нет, вообще никакого отношения к психофилософии. Я с этого начал, эту всю историю, но это не имеет к психофилософии никакого отношения. В принципе, все эти книжки очень разные, и поэтому я не знаю, что лучше. Я когда придумал психофилософию, я утром, я не говорил издательству, что я делаю, они меня спрашивали, я не говорил издательству, что я делаю. Я утром послал первую психофилософию, и не получив ответа, вечером сел писать вторую. Я не знал, примут первую или нет. Но все было хорошо. Она хорошо продается почему-то. А можно личный вопрос? До какой степени? Зачем вы читаете лекции? Вы очень это легко и окончательно делаете? Сейчас, например, бесплатно у нас лекции, но вы же не выключаете. А какие вы думаете? У вас какой есть ответ? У меня есть ответ, что у вас есть такое желание или какая потребность. Мне кажется, что, на мой взгляд, психофилософия очень важная история. И если люди, чем больше людей научатся вот таким образом помогать другим людям, это история, которая меняет как отдельного человека, так и его отношения с другими людьми, его с этими людьми, с этими, с этими, с этими людьми, и в результате все может меняться. Мне кажется, это очень важно. У меня два важнейших дела, с которыми я занимаюсь. Одна – это моя телевизионная работа, которую я очень люблю, и это такая школа общения, которая для меня очень важна, и вообще я очень люблю. И вторая – это психофилософия. Это очень важно. Я не всегда читаю лекции бесплатно. Я иногда читаю за деньги, иногда даже за хорошие деньги. Но просто, помимо всего прочего, для меня такая честь, что я могу в институте психоанализа читать лекции по психофилософии. Это вообще, на самом деле, из 8 миллиардов жителей Земли не так много могут люди делать. Потом, мне вы правы, я все, что я делаю, я делаю. Почему вы это делаете? У меня на все, что я делаю, один ответ – потому что хочу. Никакого другого ответа нет. А можете нам рассказать, что конкретно сказал Виктор Каган по поводу психофилософии? Виктор Каган пришел ко мне на лекцию в Риге, очень скептически настроенный. И там все очень боялись, потому что он очень авторитетный такой. И когда все закончится, он сказал, что это очень интересно, большое спасибо, это очень интересно, где об этом можно прочитать. Я подарил ему книжку, после этого он мне еще несколько раз писал всякие хорошие слова, что ему кажется, это очень важно и интересно. Ну, я не буду, я не буду, он меня хвалил, я не буду, это неудобно. Сейчас я вам скажу, знаете, Каган сказал, что я тут, ну как это, но он, в общем, меня хвалил, говорил про меня хорошие слова. То есть это как вариант по психотерапии, но для не психологов, правильно, в той системе? Вот возможность оказывать эти услуги, которые оказывают профессионалы, не профессионалы, на том уровне, на котором человек сможет. Вообще вся жизнь это вариант психотерапии, я не очень понимаю, что такое психотерапия, но вот если, то есть лечение психики, вся жизнь, а вот то, что я сейчас с вами общаюсь, это такой вариант психотерапии, это система, которая помогает людям, призвана помогать людям, призвана научить людей помогать друг другу. Вот и все, она рассчитана на непрофессиональных психологов, на непрофессиональных людей. Если профессиональные люди ей заинтересуются, большое спасибо, если не заинтересуются, то не надо. Она рассчитана на то, как оказывать помощь другим людям, у которых по определению Франкла экзистенциальный невроз. Все? Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!